Всем добрый день! Ещё одна мысль. Умудряюсь записывать видео сходу, как всегда, в формате импровизации. Вот я, например, указала у себя, что я дам экспресс-курс по женской лизгинке. Ну и, собственно, об этом речь была. Я сейчас хочу немножко влезть в голову тех людей, у которых срабатывают старые ассоциации и стереотипы в голове при слове «женская лизгинка». Смотрите, очень много людей мыслят ограниченными такими рамочками, да, то есть они думают, что если в них течёт армянская кровь, значит, им можно не учить грузинские танцы, им можно не учить лизгинку, это к ним не относится. Или же в людях течёт грузинская кровь, они только грузинские танцы изучают. Ну и так далее. А вы никогда не задумывались о расширении своего сознания и восприятия? Я хочу этот процесс сравнить с изучением иностранных языков. Я очень люблю учить иностранных языков, у меня нету таких стереотипов, типа «фу, это язык врага, я не буду учить», или «фу, это такой язык, я не буду учить». Мне интересны все языки. И мне интересны на самом деле все народные танцы, что касается народных. Мне не очень интересны современные жопомахания, прошу прощения. Но вот именно народные танцы – это тема интересная. Это как иностранный язык. К чему я говорю? Да к тому, что если вы такая полноценная личность, то почему вы только ограничиваетесь каким-то одним танцем? Вы никогда не думали, что танцы взаимосвязаны? Особенно, допустим, те, которые преподаю я. Никогда не задумывались о том, что они взаимосвязаны? Ну хорошо, я скажу окончательно свою мысль. Вот смотрите, если вы ко мне ходили на армянские танцы, или если вы занимались армянскими танцами, то вам стоит изучить еще и грузинские танцы. Грузия – это сосед Армении, да? Вам не помешает изучить и лезгинку, потому что на самом деле законы, ну такие по пластике рук и по каким-то вещам, они пересекаются. И это сложно оформить словами, но это так. Так или иначе, все танцы, как и все языки, они пересекаются. И когда вы влезаете в другой жанр, начинаете немножко расшатывать свою голову и тело, влезая в другой жанр, вы потом в свой обратно возвращаетесь еще лучше. То есть у вас расширяются возможности. В этой связи я очень советую, кто все-таки от природы любознателен, и кому интересны смежные танцы, ну, допустим, Грузия, Армения, там, азербайджанские танцы или даже ориентальные танцы, да? Почему бы вам не попробовать то, что вы еще не пробовали? Ведь оно все равно где-то около. То есть оно никак не навредит вам. Многие мне скажут, что я сейчас уговариваю людей. Я на самом деле никого не уговариваю, просто я вообще долгое время жила, так сказать, в затишье, как аскет. Я думала, что все, что понятно мне, все, что чувствую я, это очевидная истина. Но на самом деле, как показала практика, многие не додумываются до таких вещей, до которых додумываюсь я. Поэтому я вам говорю, если вы любите путешествовать в Армению или ваш потенциальный супруг армянин, это не означает, что вы должны учить только армянское. Очень часто армяне на вечеринках включают лесгинку. Они любят лесгинку, понимаете? Только есть другая проблема. Армяне зачастую так пренебрежительно к этому относятся, что танцуют они не очень. Но это отдельная тема. Или, допустим, что я наблюдала в Узбекистане. Да, узбекская свадьба, но там звучит армянская музыка. Ну тогда логично же, да, что если вы узбек, то вам не помешают выучить армянские танцы, потому что у вас в Узбекистане, в Ташкенте, я миллион раз слышала армянские песни. И также я знаю, что многие киргизы, многие узбеки, таджики и так далее любят лесгинку. Ну хорошо, возьмите, да хотя бы выучите его вот в таком ключе. То есть я пытаюсь расширить ваши возможности, а вы все равно свои возможности сужаете. В общем, как-то так. Уж не знаю, я смогла донести свои такие витиеватые мысли до ума зрителей, но в любом случае я это делаю. Значит, я направляю свою энергию, я максимально честна и искренняя в этом. Поэтому старайтесь слушаться в то, что я говорю, да, а не просто смотрите и ставьте лайки. Ну реально, потому что зачем мне просто так здесь это говорить? Мне хочется, чтобы как-то вот куда-то попало, там как минимум в голову, хорошего дня.